Зону обрезки Мы убираем все в зоне штамба И выламываем острые углы, если они являются конкурентом В данном случае он с одной точки шел, поэтому он здесь не нужен Оставляем отзыв Но это уже обрастающие древесины в будущем В принципе вся формировка Нам надо дать расти вверх И нам надо, чтобы внизу ничего не было Все Середина обрастает сама Единственное, что нужно делать Вот эти все обрастающие веточки, когда они достигают толщины Одну треть и выше От центрального ствола Мы его срезаем на косой стучок Я его сейчас резать не буду, но я прихвачу секатором Чтобы вы видели как Ну а ну есть ничего Не надо Как режется косой стучок? Он режется вот так вот То есть не на кольцо А на косой стучок Почему? Тогда здесь пробуждается почка И идет веточка Она упирается в этот стучок И сразу ложится ровно Для чего мы это делаем? Для того, чтобы в будущем Не делать операции Или свести к минимуму операции По оттягиванию веточки Все это огрели Да А вот боковые дети Он остается? Да, 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 все это родит Смотрите По большому счету Вот это уже можно обрезать Она на данный момент уже лишняя Вот это большой, да? Да, она уже толстая Больше половины Да Все, работа закончена Один срез на данное дерево А вперед положения Вот его ежегодно надо обрезку делать? По факту По факту, да? По факту, да Идет один работник Смотрите Просматривает Низ, вверх Вообще правильно начинать надо сверху Вот тут уже, видите, отрывали Один раз Да, видно, что уже отрывали ему конкурента Почему отрывать? Его резать нельзя? Когда мы режем, начинается пучок оттуда А отрываешь? Не, не растет пучок Обязательно ломать надо? Желательно ломать Конкурента обязательно ломать? Да, да Внизу срезаем, потому что тут толстый, будут большие травмы И срезаем на кольцо На кольцо, да? Да, да, да Ну, вот так По самым словом Ну, вот Нарезаешь Оттуда еще появится? Обломаем Опять обломать надо? Да, да Обломаем Ну, это делается уже Вторая половина весны Ну, покажи ты как резать-то Ну, показали Вот, я не видел Вот Костой свечок Обязательно И смотрите Каким-то образом тут почка, даже не срезая Не срезая, он вылез уже Да Он пошел снизу И с нижней почки, обратите внимание, все ветки лежащие Да Ну, большие не надо жалеть Он Он является конкурентом Смотрите Он начнет перетягивать на себя силы Этот умрет и пойдет дерево кривое А нам нужна ось Вот середина Нам нужна ось А потом? Снизу вверх ровный ствол И половина весна Зона нужна нам обрезать? Оночащая зона, да Зона обрезается раз в год, раз в два года, по факту Угу Не каждое дерево, а каждый год режется А вот сейчас он По какой форме вы обрезку делаете? Вот это У нас Чашеобразно получается? Нет, это не чаша Чаша Нету центрального ствола, он удаляется Удаляется? Ну да, это будет чаша И веточки снизу так идут Угу Если с одной точки не идут, это обычно Обыкновенная чаша Если мы ее формируем В полученной чаше Они с разных точек идут Угу Но все равно как ваза получается Так Тут вазы нету, тут есть ось Ось Да Смотрите, есть формировка веретено Но в данном случае она не подойдет Почему? Потому что веретено подразумевает Создание в зоне полоношения Скелетных и полускелетных ветвей Нам некуда их туда запускать Угу И почему Уже стараются плодоводы отойти от формировки веретено Со скелетными и полускелетными ветвями Там больше срезов Там больше резы А тут, смотри, один срез и все А вот этот не считается конкурентом? Не, он сейчас уже Ну, нет, он не с одной почки идет Смотрите, он ниже Он из другой Он идет ниже Вот конкуренты, это которые вот Если вот здесь его обрезать Он по бокам вот так пойдет Не надо его сейчас резать Почему? Потому что Это обрастающая ветка На ней будет урожай Урожай будет? Да Мы пока видим в нижней части Зоны полоношения ветки, да Но наше растение будет Ну, вы видите куда Три метра может быть Там три с половиной По факту Как у нас полера показывает Ну, значит, вот даже И оно все будет В обрастающих ветках Угу Нужна центральная ось Все Это все держится на Вот на этой оси Нам обязательно для того Чтобы дерево Почему мы держим ось Чтобы дерево не было кривое Если мы будем формировать По типу грузбек, например Переводить Ну, на внутренние почки Постоянно Поднимать в рост Дерево будет кривое И когда на него ляжет урожай Оно поедет А это уже А это ровное дерево, да А вот среднерослых тоже Вот так вертикально надо оставлять, да? Среднерослым тяжело Тяжело Почему? Потому что оно стремится вверх И надо его притуплять в росте Его надо где-то В определенном месте уже Да, но когда мы уже режем верхушку Уже дерево не будет стройное Правильно? Оно начинает уже крутиться Да Очень просто Вверх Вниз и бока А бока по факту Вот смотрите Мы если идем Этому дереву Практически ничего не надо, да? Подходим Подходим к этому дереву В будущем В будущем Вот это видите Ветка утолщается Мы соберем урожай И срезаем И срежем На косой сучок Вот так вот Понятно, да? Да, чтобы Чтобы тут Снизу почки Проснулись И пошли А что мне проснулись Его ломать надо, что ли? Ломать наверху А здесь И ломать на штамбе А здесь вот Если нам А как вы его отломаете? Его надо резать Надо? Только резать, да Вы не снимаете Вы порвете шкуру А режем Вот это появится Удаляем потом Это с ошибкой пошло формирование дерева изначально Не главное здесь что-то Вот не гел Два, да? Ветки, которые растут внутрь кроны Убираются на кольцо Или опять же Можно сделать его на косой сучок В надежде Да, в надежде, что здесь проснется почка Все Подрезка закончена Здесь Аж три штуки Смотрите Сейчас Резать нельзя Вот центральный Вот центральный Вот этот Этот конкурент Он догоняет в росте Его надо бы остановить Сейчас В это время Его не резать нельзя Его надо будет резать Когда упадет лист Режем здесь его На кольцо А почему? Сейчас нельзя Может быть даже две сразу Да Если четыре одинок выводит Ну надо будет Три останется Потом смотрите Две Они все равно стрельнут снизу Будут веточки Мы их срежем опять же на косой сучок Там если потрогать Есть почечки Есть почечки Они проснутся и пойдут лежачие Почему на косой сучок Обязательно Если мы не сделаем на косой сучок А на кольцо Начнет по кругу отбивать И будет пучок веточек Да Будет пучок веточек С ними трудно играться Это дополнительная зеленая операция Нам не надо этого Нам надо сделать так Чтобы было минимум ручного труда Обратите внимание Один средство Дерево Идем следующее дерево А вот один вопрос Да Смотри Вот это идет внутрь Не надо его трогать Вот пусть он Это плодорожающая вода Правильно? Если она Эта ветка очень длинная становится Правильно Ее можно срезать Составлением Да так на 15 там 20 до 30 сантиметров Все понятно Потому что она будет с урожаем Все понятно Игорь Вот теперь Вот мы срезали Правильно? Да И пойдут стебели новые Они пойдут снизу Снизу пойдут Вон через сколько лет будет плодорожить В тот же год или Через год Через год Да Через год Через год Пройдет время Эти три веточки будут старые А эти же будут молоденькие А вон уже молоденькие Эти три веточки обновим Да Все понятно А в этом теперь Здесь вот этот конкурент Да Да Фактически этот конкурент Его вовремя не провели операцию Да Эту веточку надо будет удалить Желательно Это весной надо Да Смотрите Почему нельзя ломать Сейчас делать зеленые операции Вот я говорил И показываю Как делать не надо Почему сейчас не надо Образуется большая травма Видели? Угу Поэтому есть всему свое время Его надо делать весной, да? Да Смотрите Здесь весной Обязательно эту ветку надо будет удалить Обратите внимание Она уже толще даже Проводника И фактически Половину От штамба Обязательно Весной надо будет его срезать На косой сечек Одна ветка И все Дело закончено Вот по поводу конкурента Обязательно его Весной надо? Или сейчас зимой? Зимой 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 срезаем А весной Весной Пойдут Несколько веточек Да Их надо сразу Отловывать Те которые растут вверх Да Которые растут в бок Оставить Конечно Обязательно надо оставить Конкуренту идет параллельно Тогда их надо убирать Выломать Две конкурента Посмотрим Конкурента Большого Вот здесь можно Вот эту можно поломать Да? В данный момент Вырезать Она растет под острым углом Она догоняет уже Наш центральный проводник И перейдет на бок Дерево начнет быть кривым И так же самым будет тяжело держать Свой урожай Ведь Легче растению держать на оси Урожай Правильно? А туда не упадет Не упадет Не упадет А если дерево кривое Оно просто сядет Правильно Весной Когда? Весной Да? Да Обрезку Лучше зимой надо делать Зимой До распускания почек Весной 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 Отсюда Это надо показывать на дереве Сейчас не видно Это надо в шестилетнем саду Через шесть лет Придем Посмотрим Покажем Весной 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 Правильно Садовый Весной 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 По ярусу Ну Условно Ярусы Но на самом деле Они свободно распределены Где появятся? Где появятся? Тут Ярус Он строго Допустим Первый ярус Второй ярус Строго Трекера Тут Такого нету Растение Растет Растет Это на уровне Физиологии Растения В каком-то месте Астматическое давление Клетки Достигло 12 атмосфер Там заложилась Допустим Кладовая почка Или там меньше Другая почка Растовая Ну и пошли Самое главное Отличать Растовую Вегетативную Говорят Да Все очень просто Если она лежачая Она будет урожаем Урожаем Если она стоящая Она будет расставая Обычный вегетативную Надо ежегодно резать Почему так? Потому что Сахара Они имеют свойство Стекать вниз Они не поднимаются Никогда вверх И если У нас Ветка более-менее Лежачая Эти сахара Которые Фотосинтезировались В листовом аппарате Они по большому счету Конечно чуть-чуть Стекут вниз В корни Но медленно И основная часть Будет здесь В кладу И когда здесь Много сахаров Автоматически Поднимается Автоматическая Цитоплазматическое Осматическое Давление В клетке Когда поднялось Осматическое давление В клетке Там закладывается Очень много Плодовых почек Поэтому Мы и режем На косой Сучок Для того Чтоб ветка Пошла Снизу И мы Этим достигаем Закладку Ускоренную Закладку Подвязать Можно Можно В промышленности Мы получаем Саженцы Кранированные Кнебаумы Бибаумы Наша задача Только сохранить Побег Продолжение Чтобы внизу Ничего не было И обрастающие ветки Смотреть Чтобы они не были толще Одной трети От проводника Все До метра Нельзя Да Высота Штамба 50-60 см Да Не надо Тут Оно должно быть Просвещаемое Считается Что Омолаживающая Обрезка По большому счету Или санитарная обрезка Здесь нужна Раз В два года Ну Если не лень Желательно Каждый год пройти Почему Потому что По факту Мы же не каждое дерево режем Правильно Фактически Оно и получается Раз в два года Ежегодно надо пройтись Санитарную обрезку Надо делать Да Ну такие ветки Смотрите ребята Есть такая процедура Как отгибание ветвей Как она делается Смотрите Просто подвязывать Это ничего не сделать Это можно сделать плохо Почему Потому что Когда отгибают ветви Типичная ошибка Здесь получается дуга И в этом месте Стреляет опять Верхрастущая почка Поэтому Нужно опрыгнуть С этого места Как это делается Показываю Обхватываем растение Это делается В середине лета Ближе к августу Почему не раньше Потому что раньше Она отломается Почему не позже Позже будет очень тяжело Руки устанут Человек много не сделает За день И придерживаем Смотрите Думя пальцами Внизу Чтобы не сломалась Обхватываем ветку Всей ладошкой Прокручиваем Прокручиваем Она должна прокрутиться Понял Прокрутиться И когда ее прокрутил Она уже фактически Так и лежит Вот смотрите Мы идем Вдоль ряда Допустим Я под речь Моя задача Просмотреть Чтобы Центральная ось Была выше Всего Чтобы она была развита Чтобы у нее не было Стоячих конкурентов Я посмотрел Внизу все хорошо И боковые ветки Чтобы сильно не утолчались На следующий год Эту ветку Я свяжу на кольцо Я подхожу к следующему делу На косой Или на косой На косой Да На косой Правильно Уже понимаешь Вот Серьезная ошибка Наша обрастающая ветка Уже Стала выше Чем Ось Вовремя Кто-то не обратил внимание Тогда Надо уже Вон ту которая Слабее Обрезать Не Ни в коем случае Мы все равно Оставляем ось Которую Не надо Ось Завязываем Вот Эта ось была Смотрим дальше Вот Наша ось Наверное Ветром подуло Наша ось Вот эту ветку Мы уберем Ближайшая ветка Которая Будет Резана На косой Сучок Я так понимаю Что это будет Это Да Вся подрезка А вот 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 Здесь Они Друг Санитарные Обрезки Все Правильно На кольцо Это Центральная ось Умер По бокам Он ушел Надо оставить Вот эту Да Вот эту Я бы срезал Вот эту Я бы срезал Дальше Начинаем Творческие работы Да Когда уже понимаешь суть Можно уже что-то там ваять Вот эти две ветки Можно отогнуть Правильно? А вот Когда вот так Рогаткой Концы Ничего не страшного Мы это дальше не трогаем Наша задача Все эти ветки Которые обрастающие Мы подрезаем Только в этом месте И Конечно Если в середине не трутся Или сухие Мы делаем санитарную Или молаженную Санитарную обрезку Идем следующее дерево Ну По большому счету Все хорошо Ничего не надо Пошли дальше Правильно? Пошли следующему дереву По большому счету Все хорошо Ничего не надо Весной это при днем Да? Пошли к следующему дереву Вот стоячая ветка Ну Я бы стоячую Срезал бы Составлением Такого Сучка Почему? Потому что здесь будет Достаточно немало предплодов Она Плодоносящая Да? Она будет плодоносящая Подходим к следующему дереву Эту ветку я вижу Что я ее весной беру Да? Потому что Может быть Я даже не буду ее убирать Ничего не надо Я пошел дальше Себе вижу Что На следующий год Я эту срежу На косой сучу Пошел дальше Ничего не надо И иду дальше Пошел дальше Ну Я И в середине Только утолщенные ветки Режем только Возле ствола Все Стоящие Да Стоящие и утолщенные Ну вот так Понятно? Задача Задача Напоминаю Вырастить ось Ровную ось А по бокам всегда Обновлять Все Все очень просто Все очень просто